Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Санитарно-эпидемиологические меры снова ужесточаются. В регионе растет число заболевших коронавирусом. Учесть интересы бизнеса и при этом освободить участок подстроительства. В Самаре может появиться пятая очередь набережной. Чтобы сердце и душа были молоды, по дворце ветеранов для желающих проводят утреннюю зарядку. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 123 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это число сейчас превышает даже мартовские показатели, когда был всплеск заражения. Городские и областные власти собрались на штабе по предотвращению распространения коронавируса и приняли решение усилить меры по защите населения от COVID-19. Так, например, общественный транспорт даже с места не тронется, пока все пассажиры не наденут маски. Такие же требования будут соблюдать и в торговых центрах. Закроют ли регион на карантин, узнала Мария Левина. За три последних дня заболеваемость коронавирусной инфекцией в Самарском регионе увеличилась на 25%, а если сравнивать с весенними показателями – на 55%. Если еще в середине лета в среднем сутки выявляли 49 заболевших, то сейчас эта отметка находится в районе 115-120 человек. В первую очередь заболевание опасно для людей, находящихся в группе риска, тех, кто старше 65 лет или имеющих хронические болезни. Тем временем самарцы на улицах перестали соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Идет битком трамвай, 2-3 человека в масках, 2-3, всех возрастов абсолютно, значит, стоят люди уже группы риска, они не чувствуют абсолютно того, что у нас сегодня там происходит. То же самое касается торговых центров. Любой объект торговли, начиная, даже в аптеку заходишь, провизор там без маски находится. У главных наших должно день начинаться с этого, что у него произошло, какая у него структура заболевших, где они заболели, эти люди. Чтобы остановить рост заболеваемости, самарцев призывают к ответственности. Сейчас как никогда важно соблюдать все меры безопасности, обрабатывать руки санитайзерами, в торговых центрах и общественном транспорте надевать маски. Кроме того, в Самаре снова усилят дезинфекцию подъездов и детских площадок. Глава города поручила районным властям контролировать работу управляющих компаний. Эти меры никто не отменял. Мы по этим мерам живем уже с марта месяца. Просто люди летом немножко расслабились, была совсем другая погода и были совсем другие показатели по заболеваемости. Сейчас мы просто возвращаемся и напоминаем о том, что никто эти правила не отменял. Ношение масок, соблюдение дистанции и уважение друг к другу. Тех, кто не будет соблюдать меры безопасности, накажут рублем. Частным лицам за прогулку по улице без маски может грозить штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам несоблюдение мер безопасности грозит вплоть до приостановки деятельности. Штрафы взимаются и сейчас. За полгода они пополнили городскую казну почти на 3 миллиона рублей. Пассажиров, севших в общественный транспорт без маски, будут немедленно высаживать. Но главная цель, говорят представители властных структур и медики, не наказать, а предотвратить распространение инфекции. Здравоохранение обращается с посылом о том, чтобы снова профилактику поставить впереди лечение. Сталкиваясь уже с запущенными формами, мы, к сожалению, не имеем хороших результатов. Мы будем снова и снова говорить о том, что простые меры, такие как ношение масок, соблюдение определенных режимов дистанции и гигиена рук – это достаточно эффективные мероприятия. Осложняет эпидобстановку и сезонное заболевание гриппом и ОРВИ. Медики советуют самарцам сделать прививку, которая защитит, если не от болезни, то от осложнений. Не надо забывать, что помимо коронавирусной инфекции у нас сейчас ожидается сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Эпидпорог по Самаре и по области еще не превышен по данным инфекциям. Поэтому призываю населения, обращаясь, о необходимости прививок против сезонного гриппа, что данная мера очень эффективна и необходима, тем более в данном эпидсезоне. В каждом районе города создадут рабочие группы, которые будут проводить гласные проверки объектов потреб рынка. На контроле соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, наличие дозаторов и рециркуляторов. Если что-то из этого списка будет отсутствовать, то протоколы отправят в Роспотребнадзор, а потом и в суд. За несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для юридических лиц предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 дней. Если они также не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, все эти штрафные санкции приостановка деятельности могут быть осуществлены повторно. На самом деле режим повышенной опасности, он еще у нас существует, поэтому все рейды, которые проходили до сих пор, они будут проходить в повышенном режиме. Напомним, с начала этой недели в Самаре возобновили проверочные рейды в магазинах, парках, скверах и в общественном транспорте. Что касается последнего, то решено останавливать движение автобуса или трамвая, если пассажиры находятся без масок. Мария Левина, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, Василий Калдашов, Николай Сидоров. События. В усиленном режиме в Самаре дезинфицируют подъезды, детские и спортивные площадки, парки и общественные пространства. Сколько средств уже израсходовали и какой запас еще имеется, выяснил Сергей Кизоркин. Раствор хлора безопасен для человека и животных, но смертелен для вирусов и бактерий. Вот уже полгода его распыляют в Самаре, там, где ступает нога горожанина. Ежедневно спецбригады обрабатывают подъезды жилых домов, от дверных ручек и почтовых ящиков до перил и лифтов. В бассейне хлорку используют там, да, она уже, скажем так, проверенное средство, да, и самое эффективное. Поэтому она выветривается через какое-то время, убивая все микроорганизмы. Сейчас хлорку никто, сам хлор непосредственно, в чистом виде никто не использует, а используют хлористые, то есть они, это состав с меньшим концентрацией хлора, поэтому тоже спаряются довольно быстро, как бы не нанося вреда здоровью организму. То есть там допустимая норма. Мобильные бригады дезинфекторов работают по всему городу. Обработке подлежат и дворы, детские и спортплощадки, скамейки и урны. Районы власти следят за работами круглосуточно. Подтверждается актом с подписью обязательно жителя непосредственного дома и выкладывается в соответствующую группу, где администрация производит ежедневный контроль. У нас есть создана группа в администрации, где поступают обращения жителей. Мы с ними, соответственно, сразу разбираемся и указываем управляющим компаниям или другим организациям управляющим о недопустимости данных действий. Не стоит волноваться самарцам и за свое здоровье в парках и в скверах. Там тоже ведется война с COVID-19 ежедневно. По времени каждый в зависимости от парка уходит от одного до двух часов. Стараемся проводить обработку в утренние часы, пока посетители минимальное количество. С 31 марта, когда было объявлено первое у нас постановление губернатора о ограничениях по поводу пандемии, санитарная обработка всего города, общественных пространств УДС, то есть дорожной сети, она осуществлялась постоянно и не прекращалась ни на один день. Запас как минимум на 10 дней вперед. 11 парков Самары и набережную обрабатывают ежедневно, если позволяют погодные условия. Не оставляют без внимания и скверы. Их в городе 139. За полгода пандемии их дезинфицируют уже в девятый раз. Сан-обработку проводят и на улицах Самары, причем уже по 11-му кругу. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, темпы и объемы работ по дезинфекции городских пространств в ближайшее время снижать не планируется. В Самаре по-прежнему действует режим повышенной готовности. И следует соблюдать ограничительные меры, надевать маски и стараться по возможности соблюдать необходимую дистанцию, особенно находясь в общественных местах. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается прививочная кампания. В первую очередь вакцинируют тех, кто работает с большим количеством людей. Прививку сделали около 1300 сотрудников транспортных предприятий. Это кондукторы и водители. За процессом наблюдала Елена Малютина. В свой выходной кондуктор Анна Курицына пришла на работу сделать прививку против гриппа. Говорит, вакцинацию проходит каждый год, поэтому последние 10 лет ни разу не брала больничный. Все-таки это иммунитет же, как вырабатывается в организме, поэтому я считаю, что стоит. И чем больше у нас людей будет привиты, тем меньше будет заболеваемости. Если человек болеет, у него уже организм ослабленный, и он потом более, как говорится, восприимчив к этому коронавирусу. Поэтому все равно прививки нужно делать. После прививки всегда хорошо. У меня температура, ничего у меня не бывает. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров, чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям. В Самаре за последнюю неделю около 1300 сотрудников транспортной сферы сделали прививку от гриппа прямо на базе своих предприятий. Прежде всего, это кондукторы и водители, которые чаще всего контактируют с пассажирами. Вакцинация нужна нашим сотрудникам. Первая причина – это их личное здоровье. Раз, это личное здоровье их близких. И если говорить с точки зрения предприятия такой аспект, у нас очень большое количество кондукторов, водителей, от которых зависит выпуск подвижного на линию. Если сделать прививку, да, они выходят, но они с ней болеют всего-навсего три дня. А если никаких мер не предпринимать, то больше 10 от 14. Поэтому на работу предприятия это тоже, конечно, отображается. У нас сейчас начинается осень. Это традиционный сезон, когда увеличивается заболеваемость различными сезонными инфекциями. И чтобы это все предотвратить, у нас на всех транспортных предприятиях запущена прививочная кампания. В этом году, в связи с тем, что у нас год такой особенный, мы еще просто усилили работу в этом направлении. Поэтому чуть-чуть пораньше начали и поактивнее всех своих сотрудников на это мероприятие агитируем. Профилактические меры реализуются комплексно. В Самарской области по-прежнему действует масочный режим в общественных местах, в том числе и в транспорте. Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» для своих сотрудников закупило 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Кондукторы и водители регулярно дезинфицируют руки и напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. В конфликтных ситуациях задействуется наряд полиции, а также применяется штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной дружины проводят рейды в общественном транспорте и напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. Также регулярно проводится дезинфекция подвижного состава. Елена Малютина, Василий Калдашов. События. Вкусно ли кормят самарских школьников? Качество горячего питания в учебных заведениях во вторник проверила Елена Лапушкина. Глава города также оценила, в каких школах Кировского района пищеблоки требуют ремонта, а также заехала в открывшуюся после реставрации 162-ю школу. Вместе с главой на объезд отправилась Мария Левина. Это утро. У главы Самары Елены Лапушкиной началось с запеканки в школьной столовой. Мэр проверила пищеблоки в учебных заведениях Кировского района и попробовала на вкус школьный завтрак. Результатом осталось довольно. Вкусно, кстати. Ревизию глава города провела в трех школах Кировского района. Качество питания у Елены Лапушкиной вопросов не возникло. Блюда оказались горячими и вкусными. Но самым радостным событием оказалось открытие 162-й школы, в которой долгое время проводили капремонт. Пищеблок здесь, как, впрочем, и само образовательное учреждение не узнать, признается директор Елена Качкурова. В этом заведении учатся почти тысячи ребят. В течение года, когда шли ремонтные работы, ученики были распределены по шести ближайшим школам. Честно говоря, мы ожидали, что они будут очень шумными, но они были притихшие, потому что они рассматривали стены, рассматривали кабинеты, оглядывались. Некоторые пришли в первый раз, те, которые учатся в первом и втором классе. Для них это была вообще новая школа. У нас все новое, не только стены, но и мебель новая. Конечно же, радость от того, что такое огромное дело закончилось наконец, и закончилось успешно. И ощущение праздника. В 162-й школе укрепили фундамент, покрасили стены, обновили мебель и предметы интерьера. Изменилось все до мелочей, даже посуда в школьной столовой новая. Открыли образовательное учреждение 14 сентября, как и обещали. Когда ремонтируешь школу, всегда видны результаты. С вчерашнего дня мы возобновили учебный процесс в этой школе, и хотела посмотреть, как вернулись дети в свою родную школу, и как распределяются потоки. Рада, что наконец-то мы закончили ремонт, рада наконец-то, что все вернулись в родные пенаты, и что достаточно грамотно детки здесь распределены. В нескольких школах Кировского района ремонт на кухнях и в столовых еще только предстоит. Кроме того, в планах заменить оборудование и мебель. Преображение образовательных учреждений намечено на 2021 год. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов. События. В Самаре начинается реализация амбициозного проекта – строительство пятой очереди набережной. Это участок от бассейна ЦСКА до Струковского сада. Согласно замыслу, после соединения побережья в одну зону отдыха, город сможет заявить о своей набережной, как о самой протяженной и красивой в Европе. Разработкой проекта займутся в ближайшее время с учетом интересов тех учреждений, которые расположены вблизи побережья. Олег Зверев тоже поинтересовался планами. От улицы Вилоновской до спортивной базы ЦСКА, пятая очередь Самарской набережной, может стать еще одной туристической достопримечательностью города. Но пока все выглядит красиво только на бумаге. Чтобы начать работы по строительству как можно скорее, необходимо решить вопрос с теми предприятиями и ведомствами, которые расположены вблизи побережья. Об этом говорили на выездном совещании, которое на месте провел первый заместитель главы Самары Максим Харитонов. Департамент правильного имущества у нас проведет полную инвентаризацию, как по земельным участкам, так и по строениям, сооружениям. Да, Дмитрий Владимирович у нас проводит департамент. Департамент правовую основу подготовит для дальнейших наших шагов. Давайте распишем тоже коллегам, когда мы встречаемся, с каким материалом. К побережью примыкают пивзавод, спасательные станции МЧС, казармы Росгвардии, Самарской ГРЭС и ресторан. Сегодня их представители тоже за столом переговоров. Сейчас главная задача определить тот участок, который будет отведен под строительство набережной. Те строения, которые возведены незаконно, необходимо убрать. А те, что по праву занимают здесь свое место, либо перенести, либо аккуратно вписать в концепцию будущей набережной. При этом без ущерба для культурного наследия. Разработкой проекта займутся вместе. Достигнуты те результаты, которые мы планировали, а именно найдено согласие и консолидируются все стейхолдеры или заинтересованные лица и частные, и организации, и государственные, и муниципальные в части реализации данного проекта. И эти усилия могут быть объединены. По общему мнению, необходимость привести участок набережной в порядок назрела давно. Уникальное побережье должно быть доступно для горожан и гостей Самары как место отдыха, а для туристов как еще один красивый арт-объект, сравнимый с лучшими гостевыми маршрутами России. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. В день города в Самаре открыли семь монументальных на стенах картин. Муралы создавали на фасадах специально к этой дате. Арт-проект «Самара Граунд-2020» реализовали при поддержке региональных и городских властей. Задача проекта – сделать Самару центром современного искусства. Олег Зверев увидел завершенные работы одним из первых. Несколько минут и под композицию Дэвида Боуи рождается портрет знаменитого рок-певца. Яркий перформанс, аргентинский стрит-арт-художник и шоумен Малкольм Рокс подготовил на открытии двух своих композиций на домах номер 125 и 154 по улице Молодогвардейской в Самаре. Работу он представил губернатору, главе города и многим поклонникам уличного настенного искусства. В этих муралах, так называют изображения, сразу угадываются аэрокосмические символы Самары. Мастер готов выступить с целой программой шоу, подобных к сегодняшнему. Я готов к любым предложениям выступать хоть с фейерверками, хоть на большой сцене. Вечером в день города самарцам представили семь новых арт-объектов. Эта картина «Отцы и дети» на фасаде дома на улице Ленинградской символизирует диалог поколений. Вместо голов – цветы, только один, еще только распускающийся, второй – увядающий и уже потрепанный жизнью и непогодой. Автор – казанский художник Рустам Кьюбик. Такие символы, то есть это цветы вместо лиц, вместо головы каждого персонажа, который символизирует их возраст и состояние. А эту картину на фасаде дома номер 103 по улице Чапаевской написал Арис Батсектор, художник из Турции. Свое лицо он скрывает и даже на синхроне остается вне кадра. Это сложно объяснить. Это такой большой аквариум, который представляет впечатление о Самаре в стиле Кандинского – галереи жизни, истории река Волга. Линий, как струны жизни, за счет утолщений проявляется лик Мадонны Леонардо да Винчи. Такая картина появилась во дворе галереи «Юность» Молодогвардейская, 57. Самарский мастер Денис Вертига перенес на стену эскиз, который специально для проекта предоставил известный художник Егор Остров. То, что в эпоху Возрождения люди делали годами. И прогресс идет в искусстве, поэтому мурал происходит. И из-за того, что линии утолщаются, происходит волшебство. И то, что делал в свое время в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи, можно сделать за два дня. Свою работу на фасаде дома номер 65 по улице Молодогвардейской представил художник Андрей Бергер из Москвы. Его вдохновила энергетика Старой Самары. Он изобразил температурный сгусток. Есть название у произведения? Можем придумать вместе. Нет уж, это все-таки ответственность авторитет. Когда я рисовал, местные жители открывали окна, общались, рассказали, что здесь в этом доме был пожар не так давно. В общем, какие-то вот такие совпадения мистические, они очень здесь и сплелись. То есть вот из этого места сюда встало. Это не совпадение. Это художник чувствует. То, что мы не чувствуем, мы чувствуем. Это вам упитанные баритоны. От Адама до наших лет. Потрясающие. Театрами именуемые притоны. Ариями Ромеов и Джульетт. И далее по тексту. Стихотворение Владимира Маяковского. Приказ номер два. Армии искусств. Этот текст изобразил художник-каллиграф из Санкт-Петербурга Покрас Лампас. По завершении своей работы на Самарской набережной он раскрыл содержание и торжественно открыл арт-объект для посещения, чтобы еще многие поколения самарцев могли прийти сюда и попытаться прочитать черно-золотой текст авторской каллиграфии. Олег Зверев, Константин Головин. События. Место силы для старшего поколения. Самарский дворец ветеранов открывает новые направления. Бесплатные курсы и ментальные арифметики, обучение компьютерным программам и даже видеоблогингу для людей серебряного возраста. Сегодня организация объединяет около 500 активных людей, которые, выйдя на заслуженный отдых, продолжают заниматься творчеством, наукой и спортом. Светлана Кудрявцева пообщалась с теми, чья жизнь на пенсии обрела новый смысл. Марина Арифулина два раза в неделю приходит на утреннюю зарядку в клуб здоровья. В прошлом продавец и заведующая магазином, она привыкла жить активно, двигаться и общаться. Выйдя на пенсию, узнала о занятиях физкультурой, которые организует для людей серебряного возраста Самарский дворец ветеранов. Я очень вдохновилась. Я всех своих знакомых говорю, не сидите дома, ходите, увлекайтесь. Здесь люди просто даже для общения. Вот два раза в неделю, час занятий. Для нас это такое вдохновение. Приходишь, хочется все что-то делать, куда-то еще дальше идти, бежать, а не просто вот дома сидеть. Клуб здоровья действует уже почти 20 лет. Лидия Александровна посещает его с самого начала. Женщине за 80, и она точно знает секрет хорошего самочувствия. Продолжать заниматься, не сдаваться, радоваться каждому дню. Процесс тренировки включает в себя разминку и основные упражнения. Тренер Тамара Прохорова подбирает их, исходя из возможностей своих подопечных. Начинают работать все мышцы. То есть каждое упражнение, оно несет определенную группу мышц. И я им объясняю, чтобы они делали упражнения осознанно, чтобы они не просто так махали, а прогнулись, повернулись направо, налево. Самая лучшая, конечно, ходьба. Они ходят, у них пешие прогулки, но они группами гуляют. Наряду со спортом люди серебряного возраста во Дворце ветеранов активно занимаются творчеством. Например, Татьяна и Евгений разучили самбу на известный мотив. Танцоры признаются, что, уйдя на пенсию, наконец-то начали заниматься тем, что по-настоящему нравится. Наше творчество – это танцы. Почему танцы? Музыка, движение. В нашем возрасте движение – это же очень важно. Гиподинамия нам не страшна. И самое главное – общение. Ну да, у нас коллектив вообще есть тоже. Мы и в коллективе, у нас коллективные танцы есть, а у нас как бы сольный еще дуэт. Всего в Самарском Дворце ветеранов организовано 20 различных направлений для творчества. Здесь поют, рисуют, организуют собственные выставки, участвуют в конкурсах и праздниках, даже вместе учатся. Все это бесплатно. В период пандемии организация перешла на новый режим работы, говорит директор Дворца Ольга Баранова. По ее словам, многие пенсионеры активно осваивают интернет. Сегодня это особенно важно и для тех, кто не может посещать занятия по состоянию здоровья, но очень хочет быть на связи онлайн. Я бы сейчас и обратилась к молодым людям. Не у всех бабушки и дедушки имеют возможность выхода в интернет, в те же одноклассники. Помогите им, пожалуйста, найдите возможность, нашу группу в одноклассниках. Покажите, как это работает. Я уверяю вас, что они скажут вам большое спасибо, потому что человек должен быть… Мне очень не нравится психологический термин – возраст дожития. Он, пожилой человек, не должен доживать. Он должен жить. И жить активной, насыщенной, яркой жизнью. Пенсионеры могут получить здесь и юридическую помощь. Штатные специалисты проконсультируют по всем актуальным вопросам. Многие приходят в группы психологической поддержки, чтобы пообщаться, поделиться печалью и радостью. Признаются, Самарский дворец ветеранов для них – настоящее место силы, которое не дает стареть ни телом, ни душой. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok